Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Дарья Шулик. Смотрите в этом выпуске. Чтобы мы сами своими руками создавали или отталкивали от себя тех, кто желает вложить деньги в регион. Таксист уже на месте еще и со своим фильмом. Французский актер Сами Нассери поучаствовал в первой пресс-конференции «Бридж оф Артс». Фильм снимался в течение 17 часов нон-стоп, с вечера до утра. Непобедимый Бухарест сломлен. Обидчика по Лиге чемпионов Ростов-Дон впервые обыграл на престижном турнире. Айвазовский 200 лет триумфа. В Ростове выставлены подлинники художника сразу из трех музеев. Мы можем смотреть и любоваться его репродукциями. Это одно. Но когда ты видишь саму вещь, ты как бы соприкосаешься невольно с душой художника. Ты ее начинаешь понимать. Новые субсидии для производителей, комфортные условия для бизнеса и замена водопроводов по области. Сегодня на расширенном заседании правительства губернатор дал несколько поручений, связанных с развитием экономики и улучшением качества жизни дончан. Объем инвестиций вырос за полгода почти на треть. Так оптимистично начинает доклад замгубернатора. Показатели выше средних по России в урожайности зерна, добыче и переработке угля, промышленности. Первый вопрос после доклада – как дополнительно помогать предприятиям. Сейчас в большинстве случаев субсидии могут получить только новые производства. Но уже есть предложения по компенсациям и для действующих площадок, запускающих новые линии. Мы даже увеличиваем разделы, по которым эти субсидии будут предоставляться. Там мы включаем по просьбам инвесторов и гостиничные комплексы, и спортивные сооружения. Эта работа ведется, и 690-е постановление правительства будет скорректировано. Мы с этим на губернатора в ближайший месяц выйдем. Еще один вопрос по бизнесу – создание комфортных условий для подключения к электросетям, малых и средних предприятий. Нынешние тарифы инвесторов отпугивают. Это стопроцентное безобразие, с которым нужно бороться и покончить. Недопустимо, чтобы мы сами своими руками создавали или отталкивали от себя тех, кто желает вложить деньги в регион. Губернатор дал поручение в ближайшее время не только принять решение по тарифам, но и досконально продумать всю систему подключения. Василий Голубев призвал к совместной работе Министерства энергетики и промышленности Еще один коммуникационный вопрос – замена старых водопроводных сетей, прежде всего на шахтерских территориях. Вода в кранах должна быть всегда и везде, а в сельских поселениях, куда нет возможности провести водомагистраль, нужно либо построить водонапорные башни, либо отремонтировать их. Единственное, о чем я просил в самом начале – не ставить золотые башни. Если башня работает и в порядке, не нужно заменять ее на новую, которая ничего особенно не даст, кроме внешнего вида. Задача – эффективная работа и создание условий для качественного водоснабжения. Все водонапорные башни области должны быть приведены в порядок за три года. Обсудили на заседании и вопросы безопасности продуктов, отметив важность знака качества «Сделано на Дону». Министр сельского хозяйства предложил создать региональную систему лабораторного мониторинга безопасности всех продуктов. Подобное уже успешно работает в других субъектах. Защитить регионального производителя от недобросовестных конкурентов и оказывать методическую помощь областным производителям пищевой продукции. В результате выявления небезопасной продукции главными распорядителями бюджетных средств будут направляться рекомендации по организации работы при закупке пищевых продуктов. Последнее поручение на заседании для департамента потребрынка. Проверить ростовский хлеб, на качество которого в последнее время жалуются люди. Юлия Карасюк, Станислав Фоменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Василий Голубев обратился к правительству России за финансовой поддержкой. Масштабы пожара в центре Ростова таковы, что региону ликвидировать последствия сложно. Просьбы выделить Ростовской области 605 миллионов рублей губернатор направил на имя Дмитрия Медведева. Эти деньги нужны на выплату компенсации за утраченное имущество, предоставление государственных жилищных сертификатов, пособие людям, получившим ожоги и травмы. Из областного бюджета уже направлено 14 миллионов рублей на выплату разовой материальной помощи. Еще 50 миллионов будет потрачено на аварийно-восстановительные работы. Пункты временного размещения пострадавших от пожара в центре Ростова будут закрыты до воскресенья. И жилищные условия погорельцев улучшатся, рассказал сегодня журналистом председатель Донского ЗАГСобрания. Губернаторам дано поручение до воскресенья этой недели переместить все эти семьи, которые размещены сегодня в пунктах временного размещения, к местам временного жилья, но чтобы это было уже оборудованное жилье. В данном случае речь идет о гостиницах, о комфортных условиях проживания в гостиницах. Все расходы на проживание и питание власти берут на себя. И гостиницы будут в центре города. Кроме того, пострадавшие от пожара смогут целый год ездить в общественном транспорте бесплатно. Завтра им начнут выдавать специальные транспортные карты. Оставшиеся без домов, если дома эти были единственным жильем, получат сертификаты на приобретение нового жилья. Сумма средств на них будет рассчитываться для каждого пострадавшего индивидуально по федеральному законодательству. При получении сертификата гражданин может подать заявку в орган власти на предоставление ему жилья по этому сертификату, либо самостоятельно купить его на рынке недвижимости. Завтра в штабе на Станиславского откроется центр юридической помощи. Его специалисты будут бесплатно опекать погорельцев до тех пор, пока не решатся все основные проблемы. Своих в беде не бросают. Сотрудники Российской академии народного хозяйства и госслужбы собрали для коллеги-погорельца деньги, необходимые вещи и продукты питания. Сейчас помогают струематериалами. А студенты академии работают волонтерами в пунктах сбора и выдачи гуманитарной помощи. Для семьи из троих детей, там студентка 19 лет, 15 лет и 13 лет ребенку. Собираем для них тетради, ручки, карандаши, фломастеры. Марина Топилина раскладывает самые востребованные погорельцами вещи – констовары для школьников. Помогать жильцам сгоревших домов студентка начала еще во время пожара. Гуляли с подругой в этом районе, от прохожих узнали, горят несколько улиц. До позднего вечера девушки помогали пожилым людям вынести вещи и отойти на безопасное расстояние. Приводили в чувство нашатырным спиртом. Да, очень жутко. У меня стоит перед лицом картина мальчика, ему года 4, он держит поток около лица и просто даже не щавелится, глаза ему только водит и все. Ему говорят, будешь пить, он никак не реагирует на эти слова и это очень страшно. В академии есть волонтерский отряд. Сейчас студенты работают в пунктах сбора и выдачи гум-помощи. Разгружают привезенные вещи, консультируют, собирают пакеты. В них продукты питания, средства гигиены, постельное белье. Работы много, ну и по мере необходимости будем, сейчас мы максимально собираем людей, потому что люди кто-то приезжает, студенты приезжают из отпусков, из каникул, да, так сказать. Вот, и будут активно подключаться по мере необходимости. Сегодня, допустим, еще один дополнительный штаб здесь открылся и мы максимально оперативно сюда перекидываем волонтеров. О том, что его дом горит, сотрудник академии Ливани Гвинетадзе узнал на работе. Позвонила супруга. Ее с 10-месячным ребенком эвакуировали спасатели. Когда мужчина приехал к дому по Шатоевской, все было в дыму и огне. От нижней части улицы ничего не осталось. Коллеги отреагировали сразу. За день собрали деньги, вещи и продукты. Я не знаю, без них я что бы делал. Я не знаю. Реально, вот первая и очень существенная помощь с первых минут, я хочу отметить, с первых минут и моральную, и материальную. Супругу и ребенка отправили к родителям в область. А сам жилье не бросает. На улице это один из шести чудом уцелевших домов. Сгорела только крыша. Сейчас Ливаня ее восстанавливает, а коллеги помогают и стройматериалами. Екатерина Лободина, Станислав Оменко, Дон-24, Ростов-на-Дону. С завтрашнего дня пострадавших от пожара в Ростове начнут переселять в гостиницы, заявил председатель Донского ЗАГС собрания во время записи программы «Первые лица на Дону». Все те, кто живут в пунктах временного размещения в 5-й и 22-й школе, ну в 5-й в настоящее время, 22-я как резерв пока используется, все переедут в гостиницу в более комфортные условия. Платить они ничего не будут. Платить за это будет бюджет. Интервью с Александром Ищенко о поддержке Погорельцев смотрите сегодня в 19.00 и 23.45. Липовые номера телефонов людей, сдающих квартиры, продавали мошенники доверчивым горожанам. Ростовчане на урожайнице Астрахани организовали в Донской столице незаконный риэлторский бизнес. Сняли офис, набрали сотрудников и стали продавать тем, кто ищет съемное жилье, контакты. По сути, просто набор цифр. Подозреваемые размещали в интернете объявления о сдачу квартир. В ходе личных встреч за определенную плату гражданам передавались номера телефонов якобы владельцев квартир, после чего подозреваемые переставали выходить на связь. От мошеннических действий пострадали более тысячи человек, среди которых не только жители Ростовской области, но и других регионов. В офисе и квартирах подозреваемых полицейские изъяли десятки банковских карт и мобильных телефонов, компьютерную технику и документацию. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». С десятерых подозреваемых взяты подписки о невыезде. Чтобы школьники учились только в первую смену, будут строиться новые школы. Об этом, а также о тысячах новых детсадовских мест, новом знаке «Почетная династия Дона» и переходе астрономии в обязательные предметы говорили сегодня на областной педагогической конференции. «Это детский, настоящий, первый в мире умный вуз. Здесь нас учат педагоги, чтобы мы не тулили». Атмосферу на конференции задают на вид детсадовцы, а на деле студенты детского университета ДГТУ. Свою карьеру они строят с самого раннего детства. По правилу, есть образование, есть будущее. А для учителей август уже рабочий месяц. Из новинок, то, что ждет наших школьников, ну, во-первых, вы знаете, на третьей ступени новый предмет появится, астрономия, закуплены учебные пособия, проходят курсы учителя нашей переподготовки. Из курса физики астрономия выносится в обязательные предметы. На конференцию приехал губернатор и порадовал потомственных учителей. «Мне принято решение учреждать почетный знак Ростовской области, который будет называться «Почетная династия дона». Я уверен, что и среди учителей образование такие династия». Эта профессия у нас на подъеме. За четыре года наши дважды входили в пятерку лучших по итогам Всероссийского конкурса «Учитель года России». «В текущем году дополнительно будет создано почти три тысячи дошкольных мест, в том числе 2600 за счет строительства образовательных объектов. Масштабную задачу, поставленную президентом нашей страны Владимировичем Путиным, повсеместно перейти к школьной односменке до 2025 года, будем выполнять в основном строя новые школы». Начинается строительство школ в Донецке и Оксайском районе. 1 сентября откроется крупнейшая на юге новая школа на 1400 мест в Ростовской Левенцовке, еще одна в Ростове и две в Новошахтинске. На острие проблема подготовки рабочих профессий. И здесь есть свои достижения. Молодые люди хотят пораньше стать финансово независимыми. «Традиционно самый большой конкурс – это был по специальности автоматизация технологических процессов и производств, потому что это современная профессия. И, конечно, рабочая профессия – это сварщик, которая востребована и которая будет всегда важна для наших предприятий». Лучшие учителя получили на конференции награды. Галина Белоусова, Сергей Яковенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Смотрите далее в выпуске. «Бридж оф артс» для путешественников. До официального открытия фестиваль стартовал новым конкурсом, вдохновленных Россией. Таксист уже на месте, еще и со своим фильмом. Французский актер Самина Сери поучаствовал в первой пресс-конференции «Бридж оф артс». Фильм снимался в течение 17 часов нон-стоп, с вечера до утра. Непобедимый Бухарест сломлен. Обидчика по Лиге чемпионов Ростов-Дон впервые обыграл на престижном турнире. Айвазовский – 200 лет триумфа. В Ростове выставлены подлинники художника сразу из трех музеев. Мы можем смотреть и любоваться его репродукциями, это одно, но когда ты видишь саму вещь, ты как бы соприкосаешься невольно с душой художника, ты ее начинаешь понимать. Россия вдохновляет впервые на «Бридже фартс». Хотя официальное открытие сегодня вечером Международный кинофестиваль мотивационного кино уже стартовал новым конкурсом. В этой категории представлены фильмы о путешествиях и туризме. Совсем другое дело уехать на Дон, восклицает Дмитрий Дебров. Только здесь можно найти заветную свободу, которой так жаждет русская душа. Вторит ему министр культуры. В Ростовской области много чего удивительного. Мы южный, темпераментный народ, русские казаки с великой историей, вот говорили сегодня о Старочеркасской, о Ростове, говорил Дима Дебров. Это святые места для каждого из нас, россиянина. Инесса Зайковская привезла на конкурс кинокартину из самого западного региона страны, Калининградской области. Документальный фильм о коллекции музея Мирового океана. Мы представили фильм, где подготовили люди моря. Это наша попытка рассказать, что океаны на самом деле моря объединяют, а не разъединяют. И наш фильм рассказывает об уникальной этнографической коллекции, которую музей представляет. И сама коллекция рассказывает об странах Юго-Восточной Азии. Конкурс «Россия вдохновляет» в программе международного кинофестиваля «Бридж оф Артс» впервые. Организаторы постарались собрать лучшие презентационные фильмы, интересные путешественникам и туристам. В итоге география конкурса оказалась впечатляющей. Камчатка, Бурятия, Татарстан, Алтайский край, Петербург и другие регионы. В Ростовскую область представляют две работы – о музее Шолохова и юбилярии этого года «Азове». Городу исполняется 950 лет. Виктория Щетинина, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Он больше не таксист, а серьезный режиссер, снявший психологическую ленту. Французский актер Самина Сери, известный по главной роли в фильме «Такси», рассказал о своей короткометражке сегодня на пресс-конференции перед фестивалем «Бридж оф Артс». А у нас было самый пунктуальный, конечно, таксист. Французский актер Самина Сери пришел на пресс-конференцию первым. Но когда захотел попить кофе, галантность взяла верх. Не смог отказать фотографии ни одной поклонницы. Но в Ростов-на-Сери приехал не только улыбаться. Привез свою психологическую короткометражку «Сесиль» о непростых отношениях мужа и жены. Фильм снимался в течение 17 часов нон-стоп, с вечера до утра. Эта история носит универсальный характер. Каждый из нас мог оказаться в такой ситуации. Очень рад, что меня пригласили показать мой новый фильм. Буквально за день до начала «Бридж оф Артс» стало известно. В жюри актрису Марию Голубкину заменит Елена Бирюкова. Звезда комедийного сериала «Саша плюс Маша» уже погрузилась в работу. Чешский фильм мне произвел ошеломительное впечатление. Я засыпала с мыслями об этом фильме и проснулась, думая о нем. Актриса говорит о посмотренной накануне ленте «Ледяная мать». У фильма сразу три гражданства – чешская, словацкая и французская. Вместе с девятью другими он в конкурсе полнометражного кино. Вы, наверное, уже обратили внимание, насколько вырос уровень фестиваля. Жюри, наверное, самое сильное, что мы за последние годы могли видеть в России. То есть это наша гордость, наш фестиваль. Состав фильмов, то количество премьер говорит уже само о себе. В основной программе третьего фестиваля два российских фильма «Белые ночи» режиссеров Воронецка и Богатырева и «Жги» режиссера и актера Кирилла Плетнева. Остальные представляют немецкую, испанскую, японскую, бразильскую и иранскую кинематографию. Юлия Сурикова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. Официально откроется фестиваль «Бридж оф артс» сегодня вечером. И прямую трансляцию с театральной площади будет вести наш телеканал. Увидеть проходящих по красной дорожке кинозвезд можно будет с 19.30. Начинаем возвращать долги за Лигу чемпионов. Ростов-Дон выиграл таки у непобедимого для него Бухареста. Случилось это в Македонии в престижном турнире в Ардер Трофи. Хотя в концовке первого тайма наши девушки серьезно подотстали и к перерыву проигрывали 4 мяча 11-15. Сразу после отрыв дошел даже до минус 6, но постепенно ростовчанки стали возвращать интригу. И за 10 минут до конца матча вышли вперед. А на последних минутах добили соперниц. Финальный счет 29-26. Самый результативный, что бывает очень редко, у нас стала линейная. Ксения Макеева забросила 6 голов. По 4 сразу несколько гандболисток. Судакова, Родригес, Барброса и Булатович. В Ростовском музее «Изо» море в шторм, лунная ночь и гибель Помпеи. Собрать картины из Таганрога и Краснодара, добавив работы из своих фондов, удалось благодаря специальному выставочному проекту «Иван Айвазовский. 200 лет триумфа». Юбилейную выставку Айвазовского подгадали к 80-летию Ростовской области. Идею ростовских искусствоведов поддержали краснодарские и таганрогские коллеги. И вот вместе картины классика-мариниста из трех музеев. Подлинные произведения – это подлинные. Мы можем смотреть и любоваться его репродукциями. Это одно. Но когда ты видишь саму вещь, ты как бы соприкосаешься невольно с душой художника. Ты ее начинаешь понимать. Ты входишь в этот мир, который он тебе оставил на своих полотнах. И это не только море и штормы. В коллекции Ростовского музея, например, редкость портрет Артемия Халибяна, городского головы Ново-Нахичевана. А вот гибель Помпеи. Если у Брюлова это крупный план трагедии, то у Айвазовского общий вид с моря на вулкан Везувий. Творческое наследие Айвазовского около 6 тысяч картин. Любой музей мира гордится, если в его собрании есть полотно художника. А мы сегодня с вами настолько богатые люди, что вот в этих залах у нас целых 13 картин. Ивана Константиновича. Давайте поздравим себя с этим событием, очень ярким. И обязательно посмотрим эту выставку в первую очередь, которая направлена для нашей молодежи, для нашего юношества Тонского. В нашей коллекции насчитывается 9 произведений Айвазовского, 5 представлены на этой выставке. В ноябре месяце жители и гости нашего города Краснодара смогут увидеть эту выставку тоже в нашем музее. В Таганрогском художественном музее 4 работы Айвазовского. К слову, художник бывал в этом городе, а с Чеховым встречался по крымскому соседству. Вот, кстати, это небольшая, но очень такая романтичная работа поступила к нам в 1966 году из Государственной Третьяковской галереи. И примечательно, что она была написана в 1899 году, это практически за год до ухода из жизни художника. Выставку классика «Русская живопись» Ивана Айвазовского в Ростове можно посмотреть до 1 октября. Галина Белоусова, Андрей Токарев, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня у меня все. Еще больше новостей на сайте don24.ru. В студии была Дарья Шулик. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином модной женской одежды «Сержинетти». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова